Сергей Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. И рады приветствовать вас в нашей студии. Спасибо, что приехали и пришли к нам сегодня. Сергей Валерьевич, ну начать разговор мне хотелось бы со свежей новости. Сегодня Следственная комиссия Верховной Рады призналась, что в конце февраля этого года, 20-21 февраля этого года, по митингующим на Майдане в Киеве стреляли не бойцы Беркута. Скажите, а это интересная новость для вас, для жителей Крыма, а главное для сотрудников спецподразделения Беркут, которых приняли в Крыму и которые сегодня находятся и работают в Крыму? Ну, лично у меня не вызывало никаких сомнений в том, что сотрудники Беркута не стреляли в мирных демонстрантов. Мы это для себя знали, были в этом уверены, поскольку мы знаем и сотрудников, всех лично практически командира я знаю очень хорошо. Поэтому для меня это была провокация со стороны киевской хунты, которая пыталась найти крайних и обвинить кого-то в гибели людей на Майдане. Лично я уверен, что это дело их рук, и все то, что происходит сегодня в Украине, это точно такое же развертывание событий, которое было в Киеве. То есть стреляли в одну сторону и в другую одни и те же люди, которые создавали именно вот такую напряженную ситуацию, ситуацию, при которой опасаются, что удар нанесут свои, поскольку место и точки обстрела на Майдане были, ну, одна и та же точка была, с которой стреляли в обе стороны, и в Беркут, и в демонстрантов. Ну, еще раз говорю, мы были уверены с самого начала, что это как раз-таки боевики правого сектора, или нанятые ими, или там сотрудники спецслужб западных, сейчас не принципиально кто это делал. Важно, что это было по указанию самозванных властей, которые сегодня заседают в Киеве. Но даже если Киев это вынужден признать, это важно? Ну, конечно, важно. Остановить и защитить честь бойцов Беркута. Несомненно, потому что, во-первых, это доказывает, что они врут не только вот в таких вопросах, а и во всех других без исключения. И все, что они говорят, надо как минимум на 10 делить. Там слово «правда», по-моему, сегодня ни от кого из них не услышишь. Еще одна новость. Китайское телевидение буквально накануне подготовило сюжет из Одессы о том, как сотни людей стремятся в Крым. Я не случайно подчеркиваю, что это китайское телевидение готовят, потому что если бы мы сказали, что это российские журналисты видели, то нам, как минимум, бы не поверила украинская часть аудитории. Действительно такие беженцы появляются в Крыму, и готовы ли вы их принять? Дело в том, что массовый характер это не носит. Отдельные беженцы, которые занимались политикой на территории Украины, конечно, сегодня подвергаются преследованиям, именно из-за их политических убеждений и взглядов. И, конечно, они стараются найти убежище. Ну, а ближайшая сегодня территория, где им такое убежище может быть предоставлено, территория Российской Федерации, это Крым. Поэтому они пересекают границу. Соответственно, мы их в уголовном порядке никак не преследуем. Оснований для этого нет. Наоборот, помогаем со всех сторон. То есть на действия и реакцию, и документы, которые шлет киевская сторона, то есть мы внимания не обращаем. Этим людям оказывается всесторонняя помощь с тем, чтобы они могли наладить полноценную жизнь на территории Крымского полуострова. Но если этих людей будет больше, вы готовы к этому, учитывая те события, которые происходят сегодня на юго-востоке Украины? Да, у нас есть резервные площади. Вице-премьер правительства Донин Сергей Георгиевич занимается как раз-таки подготовкой таких мест для размещения беженцев. В случае, если это опять же будет носить массовый характер. Исходя из той тенденции, которую вот последние дни мы наблюдаем, то мы ожидаем все равно, что события будут развиваться в негативном ключе. То есть, скорее всего, силовые операции они не прекратят ни в Донецкой, ни в Луганской области. И покушение, которое сегодня было на губернатора народного Луганской области, показывает, что методы, которые сегодня применяет Киевская хунта, носят сугубо террористический характер. Но других, по сути, у них сегодня способов удержать ситуацию в стране нет. С каким настроением, с какими чувствами вы сегодня следите за тем, что происходит в Донецке и в Луганске, в частности? С огромным сожалению, мне именно жаль людей. Сегодня, которые страдают из-за того, что негодяи с помощью оружия пытаются подчинить собственный народ своей злой воле, своим дурным замыслам. Но не вызывает ни у кого сомнений, что в истории все факты, когда власть пыталась воевать с собственным народом, заканчивалась для этой власти всегда плохо. Лично я считаю, что в этом году однозначно ситуация приобретет для власти негативный характер, они ее просто не смогут удержать. По предварительным оценкам, только дырки в бюджете Украины, для того, чтобы залатать, необходимо около 30 миллиардов долларов, которые давать сегодня Украине никто не собирается, ни на каких условиях. Те деньги, которые выделил Международный улетный фонд, по-моему, там 3,5 миллиарда, если я не ошибаюсь, это сугубо на поддержание военной операции, потому что они понимают, что Украина уже лопается, как лоскутное одеяло. И лопается не в силу того, что люди на местах хотят действительно разорвать отношения с киевскими самозванными властями, а в силу того, что эта власть не делает ничего для того, чтобы создать условия для людей. Опять же, русские – это граждане второго сорта. Никакой реальной программы для жителей Юго-Востока Киев не предлагает и не предлагал. И хотя варианты у них были на постоянной основе создать какой-то действующий консультативный орган из депутатов юго-восточных регионов, тем не менее, этого не происходит. Пока что именно это все преподается одним способом. Там на Юго-Востоке террористы, сепаратисты, которые непонятно чего хотят, убивают мирное население. Пропаганду ведут пятый канал, ICTV, это каналы, принадлежащие украинским олигархам, к Петру Порошенко, одному из кандидатов в президенты, Пинчуку и так далее. То есть все те, у кого денежные средства находятся на западе, в зоне влияния США, европейских стран. Поэтому, конечно, они зависимы. И идет промывка мозгов сегодня граждан Украины. Они не получают другой информации достоверной. И в Крыму, наверное, один из вариантов, что мы успешно и без крови завершили присоединение, было то, что мы сразу отключили пятый канал. Ну и закончилась эта истерия, закончились провокации. Люди поняли, что то, что преподносится, не соответствует действительности. К сожалению, сегодня на территории Украины все равно эти тенденции пока что наблюдаются. Крым и Севастополь – это уже часть России. Но, тем не менее, в силу географических и ментальных, исторических традиций, вы находитесь близко к юго-востоку Украины и должны, по идее, поддерживать с ними связь. Вот есть ли эти контакты на сегодняшний день? Консультировались ли с вами, допустим, Донецкие или Луганские лидеры, например, в части тоже проведения референдума? С точки зрения консультации, мои коллеги, в том числе по народному ополчению, поддерживают контакты с жителями Луганска, Донецкой области. Во-первых, у многих там родственники, у многих там коллеги, которые находились в том числе со мной в партии «Русское единство», которая являлась всеукраинской партией на тот момент. Мы не можем сегодня оставить эти контакты без внимания и просто так сегодня закрыть для людей коридор общения. Но мы этого делать, конечно, не будем. Поэтому общение идет. Советы, ну как можно создавать советы? Я должностное лицо, поэтому в данном случае я связан сегодня с законодательством. Четко и ясно, есть решение президента по всем вопросам и только его право принимать какие-либо конкретные решения в данной ситуации. Но по-человечески я, конечно, морально этих людей понимаю, поддерживаю, одобряю их действия, вне всяких сомнений. И всегда говорю, что то, что они делают, это справедливо. Они защищают свою свободу, защищают как могут. Я еще раз говорю, самое главное, это жаль, что человеческая жизнь сегодня обесценена на Юго-Востоке. И то, что произошло в Одессе, это вообще выходит за рамки понимания лично моего. Считаю, что как раз-таки за эти события киевская хунта понесет наказание и понесет его именно в уголовном порядке. У меня сомнений лично в этом нет. Сергей Валерьевич, давайте поговорим о том, как налаживается сейчас жизнь в Крыму в новом российском регионе. Российское правительство выделяет порядка 55 миллиардов рублей в этом году на поддержание экономики Крыма и Севастополя. Из этих денег почти 45 миллиардов пойдут непосредственно в Республику Крым. Как Вы считаете оптимально израсходовать эти средства? На какие статьи, на какие направления? Дело в том, что мы пытаемся сегодня не сидеть иждивенцами на шее у российского правительства. Мы сегодня полностью промониторили все источники, которые поступали в бюджет государственной Украины. Соответственно, те предприятия, которые национализированы, будут сегодня доход весь свой переселять в бюджет Республики Крым. Соответственно, сегодня бюджет образующим главным является Черноморнефтегаз. Только он должен нам дать в эквиваленте, то есть в бюджет Республики, около 250 миллионов долларов до конца года. Поэтому, конечно же, мы сегодня те программы, которые сегодня работают в рамках российского правительства, мы постараемся использовать как можно более эффективно. Это приведение в порядок наших дорог, инфраструктуры, систем водоснабжения, поскольку у нас сегодня потери в водоводах, водопроводах от 50 до 80% составляет. Соответственно, мы должны обеспечить энергетическую безопасность полуострова, и сегодня над этим идет работа. Поэтому в данном случае у нас целая программа разрабатывается, к 1 июня она будет утверждена. Несомненно, мы все эти программы уже будем пересчитывать так, чтобы, соответственно, убрать все, без исключения, те коррупционные составляющие, которые ранее были в Республике Крым. У нас все проектные, сметные документации закладывались там с дикими коэффициентами. Откаты составляли по всем направлениям до 50%. Конечно, мы сегодня полностью гарантируем, и я обещал президенту, и обещал крымчанам, что у нас будет самый дешевый погонный метр дороги в Российской Федерации. Никих сомнений нет. Это будет позитивный пример для нас. Конечно. Все смогут это проверить, здесь никаких сомнений нет. Крым должен построить себя, то есть по-новому, показать, что сегодня в Российской Федерации он может выступить авангардом в каких-то процессах. Никих сомнений лично у меня в этом нет. Крымчане сегодня настроены позитивно работать в этом направлении и сотрудничают сегодня с правительством, обмениваются информацией. И, конечно, мы вот этот подъем эмоциональный, который был на референдуме, мы не должны его потерять, мы должны его использовать во благо. Действительно, все хотят сегодня изменений в лучшую сторону. Поэтому я гарантировал крымчанам, что все коррупционные схемы будут уничтожены. Общение крымчан с чиновниками мы постараемся максимально сократить. То есть сегодня будет работать программа электронного правительства, аналогичная Татарстану. Будут работать полностью через компьютер, через интернет, получение разрешительных, согласовательных документов. Это на землю, строительство там и так далее. То есть упростим максимально. То есть президент дал добро делать нам такой пилотный проект, который бы позволил действительно потом адаптироваться на территории Российской Федерации. Уверен, что мы это сможем сделать. Проблема водоснабжения одна из самых острых сегодня для региона. И сейчас в Министерстве природных ресурсов, в Министерстве экономического развития разрабатываются варианты ее решения. Уже такой долгосрочный период. Может быть строительство трубопровода с поставками пресной воды. Но на это уйдет до 2-3 лет. Как на этом этапе можно решить проблему водоснабжения? Дело в том, что проблем с питьевой водой у нас нет. Сегодня бурятся скважины по всей территории Республики Крым. У нас четкий есть анализ всех запасов. И возобновляя источников пресной воды, мы понимаем, что обеспечить именно бытовые нужды населения мы сможем спокойно, без всяких проблем. Существует опасность, конечно, для сельского хозяйства, особенно того, которое находилось вокруг Северокрымского канала. У нас более 70% воды поступало из Днепра. И, конечно, для населения, которое в этих регионах проживает, Сахский район, Красноперекопский, конечно, это удар. Но крымское правительство и правительство Российской Федерации разработали программу, по которой сельскохозпроизводители получат компенсации из бюджета и будут получать их до того момента, пока они смогут переориентировать свои хозяйства на ведение, допустим, либо в других районах, либо под другие цели и задачи. Соответственно, мы все равно надеемся, что здравый смысл возобладает, и Украина в лице, наверное, не нынешнего правительства, а другого, все равно даст возможность крымчанам получать воду из Днепра. Ну, получается так, сегодня из вредности, просто пусть вся вода уходит в море, но чтобы Крым ни капли не получил. Ну, это такая позиция, лишь бы сделать как можно хуже и показать, что... Ну, эмоциональная позиция. Конечно, несомненно. То есть никакой мотивации под этим решением нет. Все, что было необходимо сделать крымскому правительству в части подачи документов своевременно, мы это сделали, полностью все зарегистрировали, договора, подали в установленные сроки. Ну, нам рассказывают сказки, к сожалению, гоняют эти бумаги туда-сюда для того, чтобы вызвать, так сказать, недовольство населения в части проблем с обеспечением водой, именно непосредственно, которая используется для орошения. И скважин орошать нельзя подавать воду на поля, поскольку, ну, легко можно эти источники загубить, и, соответственно, ну, вода будет уже другого качества. Соленая вода начнет подниматься, поэтому есть определенная тенденция, что в ближайшее все равно время там ведутся переговоры, и есть рычаги, в том числе, на которые мы можем сделать упор. Ну, я думаю, все-таки, что воду нам подадут, в конце концов. А рычаги, это возможность, может быть, покупать воду, покупать ее дороже, ну, как, например, это с электроэнергетикой происходит, потому что просто переходит на рыночные отношения Крым с Украиной. В любом случае, мы за воду уплатили, у нас долгов по воде нет, и у хозяйства долгов перед украинскими поставщиками воды нет. Новые расценки могут появиться? Могут появиться, в любом случае, все будем считать. Но, еще раз говорю, то сегодня правительство компенсирует все потери сельхозпроизводителям. Это заработную плату сотрудникам, это затраты на содержание предприятий, поэтому мы считаем, что население нас понимает в этой части, ну, и помогаем им переориентировать, соответственно, свое производство в другие районы, выделяем землю под это. В любом случае, никто без внимания не остается. Население может понять, а урожай как? Ну, урожай, к сожалению, мы потеряем частично урожай овощей, частично потеряем урожай плодовых. Ну, что можно сказать? Наверное, этот переходный период сопряжен с определенными сложностями и трудностями. Я надеюсь, что в этом году эти сложности завершатся. И, еще раз говорю, что не верю в то, что эта украинская самоназванная власть, которая захватила военным путем власть в Киеве, она не продержится до конца этого года. А люди, которые придут ей на смену, несомненно, не хотят видеть врагов в россиянах, в крымчанах. И я уверен, что у нас установятся нормальные абсолютно отношения, которые позволят развивать и сельское хозяйство в этих районах. Есть ли дефицит электроэнергии на сегодняшний день? Потому что электроэнергетика – это еще одно направление, где Крым был неразрывно связан с Украиной. Дефицита нет, задолженности перед поставщиками электроэнергии у нас нет, у крымчан. Опять же, если из вредности нам кто-то не попытается сделать такую диверсию, то, я думаю, проблем с энергообеспечением не будет. При этом резервный план у нас предусматривает и сегодняшними мощностями – это переносными генераторами обеспечения до 50% электроэнергии. Мы обеспечиваем полностью все генераторы топливом. Но уверен, что до этого не дойдет. Они не хотят, во-первых, потерять крымский рынок, который достаточно большой, ежемесячно составляет около 150 миллионов гривен. Поэтому надеемся все-таки, что, опять же-таки, здравый смысл этой части возобладает над какими-то желаниями совершить очередную диверсию в отношении крымчан. Черноморнефтегаз – компания, которую вы назвали самой доходной на сегодняшний день и такой бюжетообразующей во многом для региона. Компания, которая попала под санкции, международные санкции. И нужно здесь вспомнить о том, что до присоединения, до вхождения Крыма в состав России, это компания, у которой были иностранные инвесторы, иностранные партнеры. Вот на сегодняшний день остались возможности для переговоров с иностранными партнерами? Потому что это довольно крупные партнеры, Эйни, ИДФ и так далее, целый ряд других. Все возможности у нас сохранены, поскольку в отношении всех иностранных инвесторов не предпринималось никаких незаконных действий. Ни один договор не был нами прекращен. Все, что было заключено украинским правительством, нами в этой части поддерживается. Считаю, что препятствует им для ведения бизнеса совместно с Черноморнефтегазом никакого нет. Ну а если опять же таки кто-то будет создавать политическую ситуацию из этого, ну это их право, это их мнение. Но еще раз говорю, работать сегодня западные структуры на территории Республики Крым могут абсолютно спокойно и безопасно. Сергей Валерьевич, а вы вообще за последние месяцы видели иностранных инвесторов, которые работали в Крыму, или которые сейчас, ну чисто гипотетически высказывали бы желание работать в Крыму, в силу того, что мы понимаем эти причины. Потому что эти компании, особенно публичные компании, попадают под международные санкции, как только начинают делать вложения в Крым. Вы знаете, регулярно появляются иностранные партнеры. Вот недавно приезжали французы, на прошлой неделе были португальцы, группы бизнесменов, которые присматриваются к ситуации. После того, когда они проехали по территории Республики Крым, они говорят, мы конечно поняли, что наши средства массовой информации создают совсем другую картинку, показывают, что на улице вооруженные люди, что существует опасность для жизни людей. Но когда пообщались они непосредственно на местах и увидели то настроение, тот подъем, который сегодня есть у людей, они говорят, ну что можно сказать, это самое благоприятное время для того, чтобы сюда переносить производство различное, для того, чтобы создавать здесь условия для вложения инвестиций. Поэтому у нас появились и группы соратников, так сказать, которые проживают в западных странах, и готовы в медийном пространстве создавать мнение о том, что Крым сегодня это безопасная зона для любых крупных инвестиций. Потому что бизнес есть бизнес, да? Ну конечно, он идет туда, где лучше. Соответственно, мы сегодня можем создать условия, и я еще раз говорю, президент дал нам возможность создать свободную экономическую зону или особую экономическую зону. Сейчас эти положения разрабатываются. В любом случае, мы создим условия на основе тех данных, которые у нас есть, которые сегодня принимались в других странах, особенно Черноморского бассейна, Турция, Болгария. Китайских бизнесменов надо звать. Китайские бизнесмены. В любом случае, сегодня, еще раз говорю, бизнес найдет сам возможности и оценить там, где лучше, там, где условия сегодня способствуют развитию во всех направлениях. Поэтому, если мы такие условия создадим, он придет сам, и крупные бизнесы еще нас просить будут, дайте нам возможность работать на территории Республики Крым. И горная зона для вас остается интересным проектом? И горная зона будет локализована в каком-то конкретном месте. Я пока еще не готов сказать, поскольку техника экономической обоснования готовится. Для нас основным аргументом это будут цифры, которые будут обеспечивать доходную часть бюджета Республики Крым. И, соответственно, количество рабочих мест, которые будут при этом созданы. Ну, идет анализ, как только он будет готов, мы всех представим на общественное слушание, весь пакет документов. Обсудим в общественной палате, в экспертном совете. Так что это будет публичное обсуждение. А как местное население относится к этой идее? Потому что в разных российских регионах до этого эта идея не всегда встречала поддержку. Местное население относится негативно к тому, чтобы сегодня казино были распространены на территории автономии. Но еще раз говорю, локальная зона, конкретно на южном берегу Крыма, никому не будет мешать и, соответственно, не будет создавать возможности, чтобы люди, ну, особенно те, которые находятся в зависимости определенной, ну, как наркоманы, которые сегодня приходят играть на этих автоматах, проигрывают там деньги заработанные. Но это главная беда, по сути. И, конечно, мы постараемся ограничить возможности для участия таких людей, вот, для смысла того, чтобы они приходили и проигрывали деньги в игровой зоне. Еще одна проблема, которая сейчас не может не волновать жителей Крыма, новых россиян, это проблема унификации российского и украинского законодательства. Есть целый ряд категорий населения, которые, например, пенсионеры. Мы знаем, что пенсионный возраст на Украине выше, чем в России. 60 лет и 55 лет в России. Сейчас, соответственно, эти пенсии приходится пересчитывать и становится больше пенсионеров. Как проходит эта работа? Работа идет системно, ведется и разъяснительная работа с населением. При этом, конечно, все будет полностью соответствовать российскому законодательству. И президент, опять же, поставил задачу с тем, чтобы ни для какой категории граждан условия не ухудшились. То есть, если там они на территории Украины получали какие-то определенные льготы, а на территории Российской Федерации их нет, то мы их все равно у себя сохраним. То ли за счет крымского бюджета эти льготы будут выплачиваться, то ли за счет каких-то федеральных программ. В любом случае, ничего население не потеряет. То есть, как минимум, статус-кво будет сохранено. При этом, по практически 90% категории граждан финансирование будет увеличено в разы практически. Поэтому мы считаем, что пенсии, как только выйдут на общероссийский уровень, с 1 июля уже будут пенсионеры в полном объеме получать российскую пенсию. Мы каждый месяц на 25% увеличиваем, добавляем к пенсии. И, соответственно, все поймут уже разницу, поскольку даже сегодня мы поздравляли ветеранов, 9 мая. Все воспринимают именно тот момент, когда пенсию приносят в рублях. Это вообще такое событие. Они говорят, что мы никогда столько не получали. Действительно, это значительно больше. В два раза пенсия больше на сегодняшний день. Особенность экономики Крыма, это мы обсуждали еще на стадии присоединения Крыма к России, это большое количество, малый-большой процент малого бизнеса. Этот бизнес тоже не должен быть потерянным. Мы всем дали возможность по ранее заключенным договорам, которые работали с хозяйствующими субъектами на территории Украины, продолжать действие этих договоров. То есть, мы никого сегодня нет, затамаживаем, не растамаживаем, никакую продукцию. Все сетевики работают в прежнем режиме. Мы дадим возможность всем закончить и завершить действия по своим договорам в полном объеме, без всяких штрафных санкций, без всяких налоговых отчислений. То есть, я не вижу сегодня никаких ухудшений условий для ведения бизнеса малыми предпринимателями, которые работают именно в зоне малого-среднего бизнеса. Общение у нас регулярно происходит, круглые столы, обсуждения в рамках бюджетной комиссии в Госсовете, в рамках нашей Министерства экономики. По сути, обмен мнениями происходит и через социальные сети. То есть, про вся проблематика известна, и мы даже не практикуем индивидуальный подход. То есть, ни одно обращение не остается без внимания. Ко всем выходят на связи чиновники, которые отвечают за конкретные направления, ведут разъяснительную работу. При этом, где-то мы помогаем и в ручном режиме, там, где идет непонимание ситуации. Многие еще должностные лица не сориентировались, как правильно себя вести. В той части, что переходный период, иногда, ну, какие-то вещи могут трактоваться, ну, с нескольких сторон. Поэтому мы говорим о том, что на каждую вот конкретную тенденцию мы обращаем внимание и стараемся найти такое решение компромиссное, которое позволит и удержать все в рамках законодательства переходного периода, и позволит бизнесу, соответственно, получить ту доходную часть, которую он планировал для себя, заключая определенные договора. Так что я не вижу никаких особых проблем. Самочувствие малого бизнеса во многом будет понятно во время туристического сезона. Сейчас к нему активно готовятся, и это, конечно, такой серьезный показатель вот этого переходного периода, насколько благополучно он проходит. Конечно, мы хотим, главным образом, не подвести ожидания россиян, ну, поскольку все частные структуры, которые занимались именно и работали в курортной сфере, они подготовлены, им ничего не мешало сегодня действительно создать условия для принятия туристов, но есть определенные проблемы в той части санатории здравниц, которые относились к ведению государственных структур Украины, и которые сегодня нами инвентаризируются активно. Соответственно, состояние этих здравниц не всегда соответствует заявленным каким-то прогнозам, которые они давали там в министерство курортов. Конечно, сейчас эта работа ведется, задача, еще раз говорю, не обмануть ожидания, поскольку зачастую люди, покупая путевку, приезжают и видят на месте не то, что было. Конечно, они будут, соответственно, недовольны, и, конечно, данная ситуация для нас неприемлема. И я уже говорю, лучше мы действительно примем меньшее количество людей, но у нас все условия будут соответствовать тем характеристикам заявленным, которые были на выставках туристических, которые нами представлены в интернете. Еще раз говорю, мы хотим, чтобы у нас была правдивая ситуация, правдивая информация. Но, еще раз говорю, негативных тенденций, которые бы носили массовый характер, у нас нет. Вы ожидаете только российских туристов или будут открыты двери и для украинских туристов 70% туристического потока в прежние годы, это были все-таки жители Украины? У нас никаких ограничений с точки зрения гражданства для посещения территории Республики Крым нет. Если сама Украина не предпримет каких-то действий в части перекрытия границы, то я считаю, что сезон туристический состоится без всяких проблем. Граждане Украины хотят ехать в Крым, они привыкли. В Крыму действительно отдыхать, многие отдыхают неорганизованно, у нас даже до 5 миллионов, когда приезжало, у нас где-то 1,2 миллиона отдыхали организованно в Здравницах, а 3,5-4 миллиона – это все были в частном секторе. У нас около 4,5 тысяч частных отелей, мини-отелей и 14,5 тысяч квартирозадатчиков, которые работают сегодня по туристическому патенту. Мы считаем как раз таки, что сейчас мы должны создать такие условия, что весь бизнес, в том числе и частный, который сегодня работает на сдаче квартир в сезон, он должен выйти из тени. Мы должны создать ему выгодные условия, чтобы он работал открыто и прозрачно. Ну и соответственно, опять же, не обманывал ожидания туристов. Очень много вопросов вам хочется задать, но я остановлюсь, наверное, на последней теме, которая является, безусловно, одной из самых важных. Сейчас приближается драматичная дата – 70 лет депортации крымских татар в 1944 году. Как на сегодняшний день развивается диалог с крымскими татарами и как на сегодняшний день вы готовы способствовать улучшению этого диалога? Дело в том, что диалог поддерживается нами систематически, с руководителями всех крымско-татарских общественных организаций. Все, что было обещано крымским правительством и российскими властями, выполнено для крымских татар. Президент издал указ о реабилитации всех лиц, депортированных по национальному признаку, где были учены все особенности депортации из Республики Крым и переселения людей в другие регионы на тот момент Советского Союза. Мы все учли программы и заявки, которые были разработаны ранее с точки зрения улучшения условий в местах компактного проживания крымских татар, строительства школ, ремонта детских садов, больниц, размещения на территории этих компактного проживания. Финансирование в этом году будет увеличено в разы. Президент дал команду четко и ясно, чтобы все вопросы эти были решены достаточно быстро и оперативно. Планируется выделить сумму эквивалентную где-то 22 миллионам долларов. То есть это практически в два раза превышает те показатели, которые были во время нахождения Крыма в составе Украины. С точки зрения устройства крымских татар в органы государственной власти, опять же таки, правительство выполняет все обещания, данные в переходный период. Сегодня вице-премьером у нас является Ленур Демович Ислямов, который является представителем сегодня крымских татар. У нас Республиканский комитет по межнациональным отношениям тоже возглавляет крымский татарин Заур Смирнов. То есть мы сегодня работаем в полном диалоге, стараемся создать все условия, чтобы крымские татары почувствовали себя комфортно, как и русские сегодня. Почувствовали они себя россиянами, вот что важно. Так и получают крымские татары паспорта, вы поймите. Точно так же, как и русские стоят все в очередях. Тенденция, видно, положительная, поскольку, на мой взгляд, уже более 50% крымских татар получило гражданство Российской Федерации. Есть еще отдельные, конечно, товарищи, которые пытаются ситуацию дестабилизировать по заданию западных спецслужб. Такие, как Мустафа Аджимилев, который пытался создать провокацию на границе. Но сегодня власть сильна, и на территории Республики Крым, и в Российской Федерации у нас сил достаточно для того, чтобы никаких провокаций не допустить. При этом провокаторов поддерживает не то, что там минимальная часть, а там, но, я думаю, несколько сотен человек, которые объективно всегда находились вокруг лидеров Межлиса, пользовались определенными материальными благами, которые создавались частично за счет того, что обкрадывалось крымско-татарское население именно из денег, которые выделялись на строительство и на программы обустройства. Ну и в том числе некоторые из грантаеды, которые живут за счет финансирования со стороны западных спецслужб. Конечно, они все недовольны, они там определенным образом возмущаются. Но еще раз говорю, процент в крымско-татарском обществе абсолютно минимальный. И мы считаем, что крымские татары сегодня будут позитивно воспринимать вот эти процессы перехода в Российскую Федерацию. Еще раз говорю, как только зарплаты и пенсии все полностью будут выведены на российский уровень, они эту разницу ощутят в полном объеме, на своем кармане. Ну скажите, каким-то образом будет в республике отмечаться вот эта трагичная дата? Эта дата всегда отмечалась в республике, власти принимали всегда участие. И нами будут проведены в том числе памятные мероприятия с участием крымского правительства и Государственного совета Республики Крым. При этом мы еще раз говорим, мы не хотим, чтобы данное мероприятие представляло угрозу для остальных жителей Республики Крым, поскольку зачастую в течение 20 лет независимости Украины русские граждане вот именно 18 мая боялись детей в школы водить, создавалась нервозная обстановка. И по сути этот день лидеры крымских татар пытались именно, ну вот в этот день пытались создать такую угрозу для власти, то есть показать свою силу, то есть как бы выступить с какими-то резкими заявлениями, ну с тем, чтобы все, так сказать, почувствовали, что они готовы на какие-то решительно радикальные действия, что, соответственно, вызывало негативные эмоции у русского населения, у украинцев, белорусов, которые, ну, видели, как это все происходит, когда перекрывались дороги различными колоннами крымских татар, когда звучали радикальные призывы, в том числе, то есть и в отношении власти. Ну и по сути там политика, которую проповедовал Межлис на тот момент, она носила сугубо такой конфликтный характер, и все действия были направлены на то, чтобы не дать возможности вот такой ассимиляции и спокойного обустройства крымских татар на территории республики Крым. Я думаю, что, еще раз говорю, эти тенденции уйдут в небытие. Россия одинаково относится к гражданам, которые проживают на территории любых национальностей, всем создаются условия. Мы, как крымчане, зная особенности и менталитет крымских татар, постараемся все их учесть и действительно дать понять, что власть сегодня одинаково относится ко всем без исключения, и приоритетов по национальному признаку никому создано не будет. И те, которые боялись крымских татарей реваншистских настроений, поскольку отдельные русские радикальные организации пытались какие-то, так сказать, тоже выставлять радикальные призывы там в отношении крымских татар, но этих, опять же, организаций русских, их там, ну, единицы, они носят маргинальный характер, и общество в целом эти взгляды не разделяет. Но мы хотим, чтобы все почувствовали, что на бытовом уровне сегодня никаких конфликтов у населения нет, мы в состоянии обеспечить мирное существование и доброжелательность на территории республики Крым, которая приведет к улучшению инвестиционного климата, ну и вообще будет способствовать развитию общественной жизни во всех направлениях на территории республики. Я желаю вам успехов, я желаю добра и взаимопонимания всем народам, живущим на Крымской земле. Спасибо за то, что пришли сегодня в нашу студию. Спасибо вам большое. Сергей Аксенов был гостем программы «Мнение». Спасибо за внимание и до свидания.